Здравствуйте! 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 Это биологический кабинет, который был брал капитал ремонта, оборудованный. Садись, пожалуйста. Учебные кабинеты, спортивный зал, столовая. Все это стало частью обзорной экскурсии в 47-й школе. Вывод инфраструктуры образования на более качественный уровень – задача, которую поставил президент России. Об этом говорит его помощник Максим Орешкин. И сразу уточняет. Сейчас реализуется большое количество важных программ. Строятся и ремонтируются учебные заведения. Школа после капитального ремонта – фактически новая школа, которая позволяет ребятам реализоваться, получать качественные знания. Важно то, что сами родители участвовали в том числе и в выборе, и ученики дизайнерских решений, и многие из них были воплощены. Благодаря нацпроекту образования в этом году в регионе капитально отремонтируют 20 школ. Но горизонт событий здесь еще шире. До 26-го года по федеральной программе капитально отремонтируют 119 учебных заведений. Причем это даже не о том, сколько стен и потолков будет окрашено, а о переосмыслении всего внутреннего пространства. В первую очередь, с точки зрения комфорта для учеников. Очень важно заниматься развитием системы образования. Это две основных составляющие. Первая – это материально-техническая, это новые оснащенные здания, помещения, условия для получения образования. А второе, наверное, еще более важное – это коллектив учителей, наставников, педагогов. Не зря вот этот год объявлен у нас годом педагога и наставника. Мы видели сегодня вот очень много живых глаз, не только учеников, но и учителей, которые по-настоящему любят свою профессию. Вот от всей души хочется сказать всем спасибо, выразить огромную благодарность. В СУЗах уже ситуация другая. Например, на базе колледжа по федеральной программе «Профессионалитет» создан образовательно-производственный кластер машиностроения. Экскурсию провели уже по современным лабораториям и мастерским. Студенты осваивают промышленную автоматику и робототехнику, навыки сварочного производства, сферы переработки нефти и газа, лазерные и другие технологии. Когда президент делал послание в начале этого года, этому вопросу уделил очень большое внимание и поставил задачу в рамках программы «Профессионалитет» значительно нарастить объемы подготовки специалистов на качественно новом уровне. До 28-го, если не шесть года, миллион выпускников по всей стране в рамках данной программы дополнительно должен случиться. Что, конечно, потребует очень напряженной работы и региональных властей, и руководителей колледжей. Ну и, конечно же, очень важный рост здесь предприятий, потому что вообще одна из таких основных задач, что касается не только колледжей, но и тех же вузов, это повысить результативность обучения. С этого учебного года в стране стартовал федеральный проект «Профессионалитет». Задача – перестроить систему среднего профессионального образования, перейти от регионального управления колледжами к отраслевому. По этой программе будут выпускать специалистов, уже готовых для работы на предприятиях. Востребованность выросла кратно. Сейчас, куда мы не придем, с кем не общаемся, понимаем, что самый главный вопрос – это дефицит рабочих кадров, квалифицированных с хорошей подготовкой. Вот сейчас как раз главная наша задача, она уже выполняется, полностью эту ситуацию изменится. Во-первых, удовлетворить спрос, и мы видим, насколько сейчас востребовано обучение в средне-специальных учебных заведениях. Во-вторых, повысить качество образования, в первую очередь, за счет как раз тесной связи с промышленными, с производственными предприятиями. Вот только в таком случае будет качественный кадровый порыв. После совещания по вопросам развития сферы образования, Павел Малков, Сергей Кравцов и Максим Орешкин осмотрели место строительства жилого комплекса «Метропарк» и обсудили комплексное развитие территории. Глава региона Павел Малков отметил, что уже есть комплексная концепция развития этой части города. По ней одной из доминант и точек притяжения должна стать флагманская школа мирового уровня. Она будет построена в рамках выполнения прямого поручения президента Российской Федерации. Вокруг школы будет в целом выстраиваться архитектура района. Причем очень важно не только грамотно спроектировать застройку, но и запланировать все социальные учреждения, места отдыха и прогулок. Решением этих вопросов сейчас занимается правительство региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова